Всем привет, дорогие друзья, с вами Блэйзер и сегодня очередная серия нашего летсплея по Майнкрафту, если не ошибаюсь, это 17 серия, но это будет неполноценная серия, так как в этом видео постараюсь объяснить, почему так вот есть, в общем, что творится с каналом и так далее, и что творится с каналом. У меня был сплея, почему не выходит видео. Итак, я, как вы знаете, делал хранилище, такое секретное, да, то есть, посмотрите, тогда покажу, в чём я, как бы, продвинулся. Его довольно долго строить, потому что я импровизирую, то есть, на шар устроил, в общем. И часто бывает такое-то, что приходится сломать всё, что ты построил, и строить заново. Так, вот наш вход. Раз. И проблема в том, что вагонетка после каждого перезахода в Майнкрафт перестаёт работать. Опа. Видите, то есть, вагонетка останавливается. И теперь мы можем спокойно зайти. Ну ладно, это, может быть, мы как-нибудь починим, или придумаем новый механизм. Ну, так вот выглядит это наше хранилище, вы это видели. Так, тут где-то у нас супер-секретные, так сказать, секреты. Тут у нас верстак и соседний сундук. Отлично. И, ну, так вот пока что это выглядит. И вот тут вот уже будет спуск в первое, как бы, полезное место данного сооружения. Тут будет не ферма жителей, а магазин жителей. То есть, планируется найти жителя, который за тростник продаёт эмеральды, а потом за эмеральды уже покупать ценные какие-то ресурсы. Мы это посмотрим. Скорее всего, это будет в серии. Ну, а тут будет точно такое же и будет ферма тростника автоматическая. Если кто знает, она основана на бад-свиче. Это интересно. То есть, тростник будет поступать всегда. Ну, и вот так вот потихонечку это строится. Я не знаю, это, скорее всего, не окончательный дизайн. Что-нибудь тут я ещё доизменю. Вот. Ну, пока что это выглядит вот так. Теперь давайте покажу ещё одно нововведение, так скажем, да. Давайте выйдем отсюда. И я решил оградить свой лосплей... Ну, лосплей... Да, можно так сказать, свою деревню забором. Но не тем маленьким, который вот этот вот. Да, идёт, а большим. Ну, не совсем большим, конечно, но чтобы он защищался-таки от мобов. И, в принципе, вроде бы этот забор расправляется со своей функцией. Так, я съела всё мясо, видимо. Да, ну, вот так вот это выглядит. И по углам будут вот такие вот сооружения. Не знаю, как они называются. Вот это вот, то, что торчит с лозой. Я пробую, как бы, стоит ли делать... Такое, как бы, лоза будет расти. Ну, тут кнопочки. И, естественно, будет ограничивать рост. Я подожду, пока это вырастет. И посмотрю, будет ли это красиво. Давайте поднимемся наверх и посмотрим, как смотрите сверху. Это здорово. Вид хороший. И при том, что мы упасть... Ну, никак не можем. Тут полублоки. Вот так вот, да. Вид красивый. Ну, и тут планируется просто так вот ходить. Нам, если это будет... Вот, давайте слезем. И это... Я уже сделал, как бы, половину забора. Так скажем, половину нашей стены. То есть, вот она вот так вот идёт. Давайте пробегимся. Я посмотрю. И... Вернее, вы посмотрите. Ну, я вместе с вами, в принципе. Вот тут она идёт. Тут возле воды я решил ничего не делать. Даже можно, по-моему, сделать как-то так. Так. Вот так. Да, это будет как-то более... Более интересно смотреться. Подкорректируем чуть-чуть. И тут можно тоже сделать. Так. Не так. Очень большие трудности возникают, во-первых, с рельефом местности. Так. Что у нас тут? Ага, у нас тут пещера. Надо её закрыть. Давайте мы это по-быстрому сделаем. Потому что... Некрасиво это. Так. Рельеф местности, да, как вы знаете, Майнкрафт, это... Это очень, так сказать, нестабильная генерация. И вот эти вот горы, они всё портят. То есть, приходится либо гору ломать, либо забор какой-то гибкий получается. Так скажем, да, вот он как-то так идёт непонятно. Вот. Так. Ну и тут у нас как бы такая речушка, можно так сказать, да. Ну тут заплывает прямо-прямо к нашей деревне. Я решил этим воспользоваться и построил вот такой вот забор. Но, мол, мол... Заговариваюсь, извините. Мобы могут проплывать, и тогда забор не будет справляться со своей функцией. То есть, тут нужно что-нибудь придумать. Но сюда мы будем заплывать на лодке. Как-нибудь тут сделаем красиво, всё оформим. Тут какую-нибудь, не знаю, пристань, что ли. Может быть, стой соединим с рекой. Или с озером. Я не знаю, всё это нужно пробовать. И наверху я хочу либо большую кирку или меч построить, либо букву Б. Смотреться это будет, наверное, красиво. Ну, забор вот так вот идёт. Там в углу будет точно такая же штука, как и эта. Но она будет, потому что я ещё, так сказать, фундамент заложил. Вот так вот это выглядит. Вот. И забор длится вот. Вон туда вот вы его видите. Пока что это всё так вот аккуратненько. Так. Давайте. Используем эндерпорлы. Вот, всё поднимается. Как видите, забор некрасивый. Как сказать? Поднимается, опускается. То есть, это вот всё некрасиво. Так, я уже бегать не могу. Это печально. Сейчас я вам покажу. Тогда и пойдём сходим за едой. Ну и забор вот так вот, в принципе, поднимается туда. И ничего интересного пока что там. Там тоже фундамент этой башни, так сказать, я заложил. И, в принципе, всё. Да. Так вот. И туда будет пойдёт. И там у нас единица, естественно, будет красиво. Какие-то нужно сделать ворота. Я думаю, ворота будут, ну, с этой стороны где-то. Вот. Да, предлагайте свои идеи, кстати, тоже для ЛСП, потому что идеи, вот, хоть у меня есть, но не заканчиваются. Мне интересно что-то новое реализовать. Ну, чуть позже, так как у меня сейчас два проекта. Так. Ой, я вообще, я вообще сумер. Было бы некрасиво. Так, у меня какие-то проблемы возникли небольшие с преодолением моего же, так сказать, препятствия. Так, всё, наконец-то мы пробрались. Тут облагородим чуть-чуть. И пойдём за едой. Да, всё это сейчас некрасиво. Эта ферма не работает, потому что здесь спавнился маленький зомби, и его нужно возвращать. Вот. Для того, чтобы не спавниться, нужно, чтобы у него было что-нибудь в руках. Вот. Ну, или броняка на него надета. Тогда он спавниться не будет. Но это сделать сложновато. Он не берёт прям так попавшиеся любые вещи в руки. Итак. Давайте возьмём еды. Кстати, эта ферма нормально работает, как вы видите. То есть, я потихоньку тут бегаю, покормил их, потом что-то построил, прибежал, то есть, активировал, они сгорели, получилось мясо. И пережаривать ничего не нужно. Это нормально. Ну, у меня вот пока что вот это вот всё, что я делаю в летсплее, то есть, это забор и потихоньку достраиваю хранилище. Вот. Тут я, кстати, сделал такую дорожку более-менее такая прикольная получилась. То есть, так вот она выглядит, как бы разные блоки рандомно стоят. Но, скорее всего, вот этот вот камень нужно было заменить на булыжник. Ой, ой. Ну, да, эта ферма поработала чуть-чуть. Починили я свой топор. Вот, наконец-то. Это я записывал, ну, то же самое, считайте, эту же серию, но я забыл включить свой микрофон. На меня работал микрофон от ноутбука. Но, считайте, что ничего не работало, потому что там такой микрофон, что... Вот. И, считайте, я перезаписываю второй раз, то есть, вот так вот. Давайте пойдём поспим. И, да, белорусский флаг. Такой разбивающийся. Красиво смотрится. Мне нравится. Особенно, когда я это дострою. Я думаю, это будет скоро. Так, это секретная моя дверь. И мы спим. И, да, ещё по поводу канала. Потихоньку стабильно. Я даже сказал бы, подписчики прибавляются. И мне это нравится. 100 просмотров в день стабильно идёт. И, честно, мне нравится, что меня люди смотрят. И, возможно, вам даже нравится. Я не знаю. Так, давайте тут всё пособираем с печек. Довольно много железа. Это я иногда ходил в шахты. Так, ладно. Тут больше ничего нет. Мусора мы тут набросали. Вот. Так. Ещё по поводу... Так, про канал я сказал. То, что спасибо вам большое за поддержку. Я рад, что вы меня смотрите. Да, это всё. Спасибо, спасибо. Я думаю, какой-нибудь будет специальный подкаст на 10 тысяч просмотров и на... на 500 подписчиков. Я думаю, эти даты придут... приблизительно одинаковы. И это будет такая большая радость. Праздник. Даже можно так и сказать. И по поводу 20 серии. То есть, это 17 серия. По поводу 20 серии. Мм. Да, вот. Это должна быть 18 серия. У меня какой-то косяк случился. 18 серии. То есть, Ютуб просто не хочет её вылаживать. То есть, пишется, что неверный формат. Хотя... Всё как обычно. Всё. Мм. Рендерил. Всё. Делал как обычно. Вот. И начнёт всё-таки 20 серии. Эм. Так как это... Кое-какая круглая дата. Мм. Нашего летсплея. То... Вот. Забор. Дострою вот это хранилище. Ну, хотя бы магазин мобов постараюсь достроить. Дострою ледовое шоссе, наверное, в аду. Которое я начал и так и не достроил. До сих пор. Которое ведёт в ледоферму. Которое мне пока что особо не нужно. Ну, кроме как строить эту же... Дорогу. Из льда. Вот. Я её дострою. И, скорее всего, 20 серия будет по-любому ссылочкой на мой мир. То есть... Вы сможете поиграть в моём мире. Может быть, что-нибудь мне подскажете. Ко-нибудь, если найдёте, спауни скелета. Там. В скриншоте координаты. Я буду очень рад. Мне его не хватает, честное слово. Эм. Ну. Так вот. Так вот, пока что вся эта новость. А, да. Я... Эм. Забыл вам. Хотел показать кое-что. Давайте возьмём тростник руки. Так. Это, я не знаю. Новый апдейт. Не новый. То есть, мы поднимаемся. И можно так тростник строить до бесконечности, как любой блок. И я хочу воспользоваться этим. И какой-нибудь построить тростниковый забор. Да. Эм. Вокруг вот этого вот озера, как бы, красивенько сделать. Или вот на том вон берегу. Так. Отлично. Как нам теперь это сломать? Моя лопата. Ушла в небытие. Ушла в небытие. Я её сломал. Не уследил за... Её прочностью. Ай. Не достаю. Ай. Ай. Эм. 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 Такие слайм-блоки. Это всё круто. Ну, я, наверное, подожду апдейта самого. То есть, там где не будет никаких багов. И посмотрим. То есть, возможно, что-то в ММСПе серьёзно изменится. Какая-то из сфер перестанет работать. Ну, например, сфер Мендерменов. Синайф перестанет работать. Я думаю, нужно будет всё-таки вернуться на обычный... В наш обычный мир. Так скажем. Ну, вот в этот. На версию 1.7.2 вроде. Да, это 1.7.2. Я её поставил для того, чтобы работал мод. Мод камеры. То есть, я вам уже про него рассказывал. И у меня что-то с ФПС творится. Да, у меня стабильно было раньше 60. Теперь что-то не то. Ну, уже 13 минут серии. И, как бы, мне больше рассказывать просто не о чем. Сейчас, наверное, пойду достраивать все эти стены. Подземное хранилище и так далее. Так что, спасибо за просмотр. С вами был Блэзер. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии с идеями. Ну, или просто пишите комментарии. Предложения. Ну, и всем пока.